Слава Богу, братья и сестры! У нас есть возможность такая продолжать изучение Священного Писания. Мы продолжаем наш разбор Библии, книга «Деяния святых апостолов», 15 глава. И мы будем читать всю эту главу, ну, точнее, не всю, а до 35 стиха. До 35 стиха. И после этого будем рассуждать. Итак, книга «Деяния святых апостолов», глава 15. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как открыл дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. После долгого рассуждения Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас Меня, чтобы из уст Моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шеи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Мое. И с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скиню Давидова падшую, Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Ведому Богу от вечности все дела Его, поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее, апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силы, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались об этом наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими Слово Господнем. Вот на этом мы сегодня закончим. И вот этот вот отрывок мы с вами давайте разберем. Но прежде чем мы приступим вот конкретно к 15 главе, давайте чуть-чуть вспомним, что было в предыдущей главе или в предыдущих главах. Это, скажем так, 13 и 14 глава. Эти две главы повествуют о первом миссионерском путешествии апостола Павла и Варнавы. Сначала с ними был еще Марк, потом он от них отделился, и они совершали уже остальное путешествие сами. В этом путешествии они прошли Кипр, они прошли некоторую часть побережья Средиземного моря, они углубились потом в Галатию, и там проповедовали галатийским церквам Листра, Дервия, Икония, Антиохия. И вот там они... Было непростое такое у них путешествие, апостол Павел там даже был побит камнями, но в конце концов они вернулись. Они вернулись, и мы читаем с вами, что уже возвращаясь на обратном пути, они проходили через те же самые места в Галатии, и они рукоположили пресвитеров, то есть результатом этого путешествия было создание нескольких церквей, языческих церквей, которые уже были как оформившиеся общины со своими пресвитерами. И вот когда они все это сделали, они вернулись туда, откуда стартовали, они вернулись в город Антиохию, в свою общину, и там в церкви они засвидетельствовали обо всех этих делах, и мы читаем с вами, прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками, то есть они вернулись и там находились, и продолжали служение Богу в Антиохии. Мы с вами читаем, и сегодня мы еще коснемся этого момента, мы читали с вами 10-11 главе, что когда-то Петр тоже по поручению Божьему пошел и благовествовал Корнилию, и вот когда он вернулся оттуда, туда, откуда стартовал, он вышел из Иерусалима, вот, ну, строго говоря, он находился в другом городе, когда ему было это видение, но так или иначе, когда он вернулся в Иерусалим, то его встретили с упреками, что он ходил к язычникам и ел с ними. Вот этот вот такой корень, такая закваска фарисейская, о которой говорил Иисус Христос, что берегитесь ее, она все-таки присутствовала в Иерусалимской церкви, и Петру пришлось с этим столкнуться, и то есть, когда он вернулся, он не с радостью был встречен, вот, со своим свидетельством, он был вот так вот в штыки воспринято, его такое свидетельство язычнику, Корнилию, римскому сотнику. Когда мы видим, что апостол Павел с Варнавой вернулись в Антиохию, в церковь языческую, откуда они шли проповедовать, опять же, язычникам, мы не видим никакого такого упрека, и это естественно, это понятно, потому что и там язычники проповедовали, они тоже язычникам. И вот, когда они вернулись, находились и служили в Антиохии, прошло какое-то время, и пришли гости из Иерусалима. Пришли, как тут написано, некоторые, пришедшие из Иудеи. И когда они пришли, они принесли свое учение, и это учение было такое, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Вы знаете, это было очень абсурдно, звучало для них. Почему? Потому что, ну, там Дух Святой действовал, и через те чудеса, знамения, через те явленные в Антиохии и в других городах силы, Господь уже показал и апостолу Павлу, и в Варнаве, и всем, кто находился в Антиохии, и всем язычникам, Господь уже показал, спаслись они или не спаслись, принял он их или не принял. И было совершенно очевидно, что Бог действует, было совершенно очевидно, что Бог их принял, что они спасенные, что их веры вполне достаточно для того, чтобы получить вот это оправдание от Бога. И тут приходят люди, которые вразрез этому всему начинают говорить, что если вы не обрежетесь по обряду Моисееву, вы не спасетесь. Как эти люди могли утверждать такие вещи вопреки тому, что делал Бог? Дело в том, что когда человек, он находится в какой-то своей парадигме, то есть в определенной системе взглядов, которой он придерживается, как-то так получается очень часто, что он теряет объективность, и он не замечает того, как действует Бог. Он не замечает реальности. И все, что происходит, он истолковывает в свете вот этой своей парадигмы. То есть его мысли движутся только в одном направлении. И они пребывают как в коконе таком, понимаете? Они видят только то, что вот фильтрует их мозг, их глаза. И они не видят вот тех чудес, которые совершает Господь. И вот это на самом деле очень опасное состояние, когда человек, погружаясь вот в какое-то свое мышление, он теряет объективность, он теряет вот такой нормальный, хороший, такой здравый взгляд на действительность, на мир, на то, что происходит вокруг него. И вот они потеряли этот взгляд. Они не видели чудес Божьих. Они не замечали того, что творил Господь. И утверждали все равно свое, что вы не спасетесь. Они говорили это людям, которые испытали в своей жизни действия Святого Духа, испытали благодать, испытали прощение и получили оправдание от Бога. И вот этим своим взглядом, который они, видимо, навязывали, они произвели некое такое разногласие в церкви. Мы с вами читаем, что произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними. Это было в церкви, в Антиохийской. И тогда приняли такое решение. Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться в Иерусалим к апостолам и пресвитерам. И там как бы рассудить, кто прав все-таки. Хотя, конечно, понятно было и для Павла, и для Варнавы, было понятно, что когда в твоей жизни действует Бог, ну как ты можешь это отвергнуть? Как ты можешь потом принять что-то человеческое, а Божье отвергнуть? Это было невозможно. Поэтому, когда мы говорим о том, что они пошли туда, в Иерусалим разбираться, то я думаю, что тут, наверное, мотивация была скорее такая, чтобы в Иерусалиме показать и рассказать, что Бог действует в языческих церквах. Что Бог действует среди язычников. Я думаю, там была такая мотивация. Хотя, вот тут не написано точно, но как бы в Антиохии, наверное, не нуждались в том, чтобы что-то им доказывать. И поэтому они пошли туда, чтобы при этом еще, я думаю, они были движимы тем, чтобы мир был. Чтобы был мир. В принципе, они могли бы сказать, знаете, что идите откуда пришли, вы там живите как хотите, мы будем жить здесь так, как мы хотим. Так как Господь нас наставил, как Он нас ведет, так мы и будем жить и спасаться так будем. Но они не сделали так. Они отдали должное Иерусалиму, они отдали должное тому месту, откуда началось Евангелие, где был Господь, где создана первая церковь, где находится большинство апостолов, где находится Иаков, где находятся все авторитеты. Они отдали должное. И они пошли туда, и там решили изложить свое дело, свое видение. И так, быв провождены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьев. Вот интересно, эти пришедшие из-за иудеев произвели разногласия и немалое состязание. А те, в ком действует Дух Святой, через кого Он действует, они производят что? Они производят радость. Производили радость великую, тут написано во всех братьях. Когда они рассказывают свидетельство, производят великую радость. Поэтому, братья и сестры, что произведет радость в нашей церкви? То, как Бог действует в нашей жизни. Если мы будем об этом говорить, рассказывать, это произведет гораздо большую радость, чем, может быть, какие-то спорные вещи, которые производят только огорчение и состязание, и разногласие. И вот они приходят в Иерусалим. Тут написано, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами. Три категории тут упоминаются. Церковь, апостолы и пресвитеры. Церковь – это все собрание. Апостолы мы понимаем, кто. И пресвитеры – это помимо апостолов, еще те служители. Например, Иаков, он был пресвитером. Это не был апостол Иаков, мы уже с вами это говорили неоднократно. Да, апостол Иаков был казнен. И хотя их там было два Иакова, но здесь имеется в виду брат Иисуса Христа, он был пресвитер апостола, он был пресвитер вот этой Иерусалимской церкви. Итак, они все это рассказали, они были приняты церковью, и вот в церкви, в собрании, не среди апостолов и пресвитеров, а в церкви, в собрании и в самом. Мы читаем с вами пятый стих. «Восстали некоторые из фарисейской ереси, увервавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». Вот это тоже, знаете, так удивительно, что, во-первых, тут прямо такой подход назван ересью. Четко сказано, да, ересь фарисейская. Что такое ересь фарисейская? Это попытка навязать язычникам, закон Моисеев. Ну, точнее, даже не навязать язычникам, а как бы идея, что спасение невозможно без соблюдения закона Моисеева. Вот так скажем. Вот в чем заключается ересь. Вы не можете спастись, если вы не живете по закону Моисея. Вот это была еретическая абсолютно мысль. И, как ни странно, эта ересь находилась в церкви. Никто там не сказано, что за это был отлучен или там отстранен от служения или еще что-то. Нет, оно как-то вот находилось в церкви. То есть они пришли в церковь, и в церкви находятся эти люди, которые проповедуют ересь. И они встают и возмущают всю церковь. И, мало того, они идут еще в другие города, и там начинают это все, нести свою эту ересь. Вот так вот бывает, к сожалению. Так уже было в Первой Иерусалимской Церкви. И вот дальше мы видим уже, что не церковь решает, а тут такой собор. Это называется в истории церкви как бы Первый Иерусалимский Собор. Вот, наверное, это самый первый собор, на котором собрались все апостолы и пресвитеры, все, которые были тогда в Иерусалиме, и они рассмотрели это дело. Шестой стих, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. То есть тут не участвовала вся церковь. И потом написано, по долгом рассуждении Петр стал и начал рассказывать свидетельства. Ну, видать, долго рассуждали, да, и так, и сяк, и такие, и эдакие подходы были. И вот мы с вами видим, что уже это не церковь, уже нету, наверное, этих носителей фарисейской ереси. Это все-таки апостолы и пресвитеры здесь находятся, да, но тем не менее, и им приходится долго рассуждать, для того, чтобы, ну, и им нужны какие-то аргументы. И потом мы с вами почитаем, как Петр говорит, как Иаков говорит, но, видимо, если бы, знаете, если бы это было сразу такое, ну, как бы, единогласие, то есть вот, да, конечно, что тут непонятного, да, конечно, Павел, ты прав, никаких вопросов, как бы, там, значит, живите, как живете, и не нужен вам закон Моисеев. Нет, им тоже приходится как бы долго рассуждать, рассматривать это дело. И это тоже говорит о том, что, ну, вот, часто бывает так, что и пресвитеры могут что-то там где-то, знаете, неправильно понимать. Это возможно, и апостолы даже. Мы с вами видели, как они, они достаточно долго, они думали, что спасение будет только Израилю, и что Царство Божие будет восстановлено в Израиле. Они видели и по-своему себе представляли историю, опять же, они находились в какой-то своей парадигме. И дело было в том, что нужно было менять эту парадигму. То есть Господь, вот как мы говорили, Он всегда ломает наши стереотипы, Он всегда ломает привычное наше мышление, Он всегда хочет расширить пределы нашего мышления и осмысления. И вот этому не нужно противиться. Нужно позволять Господу ломать нас, наши взгляды, наши убеждения, потому что Ему позволено это делать. Потому что Он хочет нам дать истину, вопреки тому, во что мы порой, бывает, верим. Итак, по долгому рассуждению Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. О чем это говорит апостол Петр? О каком событии? Это как раз вот его призыв идти и свидетельствовать Корнилию. Он ссылается на то событие. Потому что речь не идет о том, где Он проповедует и пять тысяч кавиц, где потом проповедует и три тысячи кавиц. Речь не идет об этом. Там были люди набожные, иудеи и празелиты. Это не были уже язычники, даже те, которые были обращены из язычников. Это были те, которые соблюдали закон Моисея. Это тогда в первых двух проповедях покаялись эти люди. А потом его Господь избрал первого, для того, чтобы он шел и благовествовал Корнилию. И он говорит, помните, как это было? Помните, как я ходил? Помните, как Господь действовал? И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шею учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? И вот тут очень интересно, да? Если фарисеи были уверены, что они соблюдают закон Моисеев, то Петр говорит обратные вещи. Он говорит, мы не смогли понести это иго. И отцы наши тоже не смогли. Он честно говорит, у него другой взгляд на то, как жили отцы. Он говорит, они не смогли этого исполнить. А мы теперь, ну, ни мы не смогли, ни отцы наши не смогли, а мы хотим теперь это навязать другим людям. Смогут ли они? Какой в этом смысл? И зачем вы искушаете Бога, он говорит. Вот когда вы так поступаете, вы искушаете Бога? Признайте себе честно, вы не смогли исполнить закон Моисеева. Насколько часто мы, когда мы что-то требуем от людей, мы уверены в том, что мы сами-то, в общем-то, это способны сделать? Вот насколько часто это бывает? Это вопрос, над которым стоит нам всем поразмыслить. Господь очистил сердце Корнилия. Так говорит он. Он говорит, даровал ему Духа Святого, как и нам. Еще до того, как они крестились. И они не были обрезанными. И не положил никакого различия между им и нами. Так какой смысл сейчас еще им соблюдать закон Моисеев? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. И теперь он говорит о себе, об апостолах, о пресвитерах, об иудеях, которые уверовали в Бога, которые живут и продолжают соблюдать закон Моисеев. Потому что и апостолы, и пресвитеры, и иерусалимская церковь, они соблюдали закон Моисеев. Они, скорее всего, собирались в субботу, они все были обрезаны. У них был синагогальный тип служения, в общем-то, как и у нас сегодня. Но там было, там практически это было как синагога, понимаете? Но при этом он говорит, мы веруем, что мы не этим спасаемся. Мы живем по традиции Ветхого Завета. Да, это так. Мы живем по обряду Ветхого Завета, но спасаемся мы не этим, а спасаемся мы чем? Благодатью Господа Иисуса Христа, как и они. Кто они? Язычники. Мы спасаемся той же благодатью, которой спасаются язычники, а не этой традицией, в которой мы живем. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. И тут дали слово Павлу и Варнаве, и они рассказали. Они рассказали про свое миссионерское путешествие, в котором они прошли через многие трудности, и в котором Господь явил силу свою, чудеса, знамения, и много язычников уверовало, покаялось, и были созданы церкви. Они рассказали им об этом. Я думаю, они им еще кое-что рассказали. Они рассказали о том главном препятствии, с которым они столкнулись в первом миссионерском путешествии. Какое это было препятствие? Это были иудеи. Это были люди, которые точно так же ревновали о законе Моисея. Это были люди, которые с детства верили в Бога. Это были люди, которые с молоком матери впитали заповеди Божии. И именно эти люди стали главным, первым и основным препятствием на пути Евангелия. Именно они побили Павла камнями и вытащили за город, потому что думали, что он уже мертвый. Именно они стерегли его еще раньше. Точнее, не раньше, позже это будет. Да, они будут стеречь его. Мы это прочитаем для того, чтобы убить его. Стерегли и до этого, когда мы видим, что он там был спущен в корзине. И там это тоже было. Вот кто были главным препятствием. И я думаю, вот это они все рассказали. И этим самым они показали, как действует Бог. И как действуют люди. Когда они ревнуют о Боге не по рассуждению. Когда они, находясь в своей парадигме, теряют связь с действительностью. И не видят тех чудес, которые сотворяет Господь. И после того, как они умолкли, начал речь Иаков. И сказал, мужи, братья, послушайте меня. Собор продолжается. Собрание продолжается. И они рассуждают дальше. Он ссылается на Петра. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано. Вот он теперь опирается на ветхозаветное писание. Он опирается на священное писание, на Библию. И цитирует. Он цитирует слова пророка. И здесь сказано, что придет время, когда Господь воссоздат скинию Давидова. Это, вот, воссоздать скинию Давидова, это выражение, которое синонимичным выражению не все еле время восстанавливаешь ты, Господи, царство Израилю. Они все еще живут с этим вопросом, с этой идеей, что Господь создает царство Израилю, воссоздает, да. И не просто так эта идея, она же не из воздуха взята, она, эта идея содержится в Ветхом Завете, в Священном Писании. Это обетование Божие Израилю. И он находит место, он находит слова пророка, который говорит, что я воссоздам скинию Давидову. То есть, действительно, царство Израилю будет восстановлено. Но дальше написано, я в ней исправлю все, что разрушено, да, я воссоздам ее. Для чего Господь это сделает? Для того, чтобы евреи наслаждались своим общением с Богом? Ну да, конечно, и для этого тоже. Но дальше он-то что говорит? Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Тут очень важно понимать, Господь избрал их для того, чтобы через них свидетельствовать всем язычникам. Господь спас их и даровал им великие обетования и действовал среди них Духом Святым. И творил между ними великие чудеса, когда они выходили из Египта, так, чтобы об этом и язычники знали тоже. И мы это, если вот внимательно изучаем Ветхий Завет, мы это видим там, мы видим, как гремело имя Божье тогда, как слава Божия была распространена среди всех народов, как люди боялись этого, как некоторые из язычнических народов обращались к Богу и тоже получали благодать. И Божий замысел, он всегда шире, чем мы себе думаем. Мы думаем, что Бог вот избрал нас и вот ради нас, и что вот мы, это наше. Но, послушайте, Божий Евангелие для всех. И Бог нас с вами, здесь сидящих, тоже избрал для того, чтобы мы возвещали имя среди язычников, для того, чтобы наша церковь была с открытыми дверями, для того, чтобы тут не было препятствий для людей, чтобы они приходили к Богу, чтобы они каялись, для того, чтобы, приходя сюда, они получали ту же самую благодать, которую мы имеем с вами. Поэтому пусть Бог нас благословит в этом, чтобы мы об этом ревновали, молились, переживали и как-то действовали, и делали, и планировали нашу жизнь христианскую, наше служение, наши служения так, чтобы люди могли входить в церковь, чтобы мы все сделали для этого, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведому Богу от вечности все дела Его. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, Яков продолжает свою речь, а написать им, чтобы они воздерживались от скверненного идолами, от блуда, удавлененной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих Его и читается в синагогах каждую субботу. На этом речь Иакова заканчивается, и он выходит уже с конкретным предложением ко всему собранию, ко всему этому собору. И предложение его состоит в том, чтобы написать письмо, в котором обозначить какие-то важные вещи, которых язычники должны придерживаться. Такое, скажем так, в каком-то смысле компромиссное, скажем так, решение. То есть оно не обязывает их соблюдать закон Моисеев, оно не обязывает их соблюдать обрезание, но все-таки некоторые вещи из закона сюда входят. Давайте более подробно на это посмотрим. Итак, он говорит, чтобы они воздерживались, первое, от оскверненного идолами, второе, от блуда, третье, от удавлененной и крови, и четвертое, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ну, от блуда нам все хорошо тут понятно, потому что, ну, какой блуд, да, какая совместимость вообще христианской жизни с блудом. Также понятно, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Это принцип, который Иисус Христос сказал, да, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот, и то есть это тоже все понятно. Вот, вопрос, вопрос тут лично у меня возникает, допустим, оскверненный идолами и также удавленная и кровь. Ну, это, в общем-то, одно и то же, удавленная и кровь. Почему удавленная? Потому что, ну, допустим, если животное поймано в петлю, не слита кровь, кровь осталась в этом животном, и вот можно ли его есть? Это называлось удавленной, да, то есть это, по сути дела, было то же самое, что употреблять в пищу кровь. И закон Моисеев запрещал это. И вот эти, как бы, элементы закона Моисеева, они сюда вошли. Вот, воздержание от оскверненного идолами и удавленная и кровь. Но почему они сюда вошли? Если мы с вами коснемся конкретно вот оскверненного идолами, то мы с вами, вот давайте откроем, первое послание к Коринфянам, 10 глава, апостол Павел тоже поднимает эту тему. Там можно было бы много читать, но я много не буду. Два стиха, 27-28, 10 глава, первое послание к Коринфянам. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». То есть какой он здесь дает совет. Хорошо, когда мы живем в обществе, в котором все придерживаются примерно тех же правил, которых мы с вами придерживаемся. Именно это очень часто заставляет нас замкнуться внутри церкви, потому что нам так проще. Нам проще жить в обществе, в котором вот все примерно так, мы имеем дело с другими тоже верующими людьми. Нам не приходится сталкиваться с какими-то вещами, которые там скажут, режут наш слух или мозолят наши глаза, и как-то от нас заставляют чувствовать себя неудобно. Нам не приходится принимать каких-то сложных, трудных решений, компромиссных, может быть, где-то. Нам проще, когда мы просто среди верующих общаемся, и вопросы не возникают. Понимаете? Но совсем другая ситуация была, когда возникали языческие церкви, и они продолжали жить в мире, в котором все вокруг были язычниками. Это не иудеи, где все вокруг иудеи. Это языческие города, где все вокруг язычники. И возникали ситуации, когда человека, допустим, ну, неверующие родственники какие-нибудь приглашали на какую-нибудь трапезу, и он туда собирался идти. И апостол Павел не возбраняет, он говорит, если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то идите. Но возникал вопрос, а как быть? Ведь в тогдашнем языческом мире это не то, что сейчас. Пошли в магазин, там что-то купили. В тогдашнем языческом мире этот мир был наполнен идолами. И практически все мясное, вся мясная продукция, это была идоложертвенная продукция. Практически вся. Понимаете? То есть, что значит идоложертвенная? Это значит, что мясо, которое тут находится на столе, оно сначала проходит через какой-то языческий жертвенник. Вероятность такая была, ну, больше 50%, скажем так. Намного, я думаю, больше 50%. И такой человек, который придя, он мог оказаться участником в трапезе, которая, ну, по сути дела, являлась идоложертвенной трапезой. То есть, это было мясо, оскверненное идолами, как написали вот в этом письме по предложению апостола Иакова. И вот что советует в такой ситуации апостол Павел? Как быть такому христианину, который туда пришел? Ну, вот он пришел, знаете, сидит, это есть не буду, то есть не буду, да, все на него смотрят и в итоге думают, что мы его сюда позвали, какой от него толкнутый сидит, только портит нам всю нашу, так сказать, трапезу, да и все. Вот. Апостол Павел говорит, вы вообще не задавайтесь даже вопросом, это идоложертвенно или это не идоложертвенно. Все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования. То есть, что это значит без исследования? То есть, не задавайте вопросов, не спрашивайте, это идоложертвенно или нет. Вам дали, вы кушайте. Спокойно кушайте. Почему? Да потому что Господня земля. И что наполняет ее? И Господь очищает любую пищу. И ничего с вами не будет. Ничего с вами не случится. Но, если когда вам будут давать эту пищу, и скажут, это пища, принесенная Зевсу, он ее осветил, кушай, дорогой брат, родственник, вот тогда не ешьте. Опять же, почему? Потому что в этом случае она вам повредит? Нет. Если она бы повредила, она бы повредила в любом случае. Понимаете, да? Потому что она хоть так, хоть так идоложертвенная. Но ради почему? Ради почему не надо? Тогда есть в этом случае. Ради того, кто объявил вам и ради совести. То есть, вот теперь этот человек, который вам дал эту пищу, да? Он вам сам объявил, что она идоложертвенная. И вы теперь ради его совести не должны есть эту пищу. Вы должны ему показать, что вы святой человек. Вы не признаете этих идолов. Это для вас возможно свидетельствовать об Иисусе Христе. И вот в этом случае есть ее не нужно. То есть, понимаете, в другом месте апостол Павел говорит, нет в себе самом чего-либо нечистого. Потому что для чистого все чисто, а для нечистого все нечисто. То есть, сама по себе пища не становится и не может быть нечистой. Кому бы и как бы она ни была принесена. Но что делает ее нечистым? Наш взгляд на эту пищу. Наше понимание. Наша парадигма, в которой мы осмысляем то, что мы делаем. Вот что оскверняет. И вот если вы это чувствуете, что здесь это так, вот тогда не ешьте. Тогда оставьте эту пищу и не трогайте ее. И вот здесь апостол Иаков предлагает включить эти два момента, которые особенно соблазняли иудеев из закона Моисеева. Включить их вот в это послание язычникам. Он нам говорит, не ешьте идола жертвенного, удавленной и крови. Почему? И дальше он объясняет, ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Вы живете не только в языческом мире, но вы верите в того же Бога, в которого верят иудеи, которые по всем городам в синагогах поклоняются Богу. И сердце Иакова болит за его братьев. Сердце Иакова болит, как и сердце апостола Павла, потому что апостол Павел тоже иногда делал вещи, которые вроде бы, вот он же здесь, вот смотрите, мы какой вопрос разбираем. Нужно ли обрезываться по закону Моисееву язычникам, чтобы спастись? Но что сделал апостол Павел с Тимофеем, когда призвал его? Обрезал его ради иудеев, потому что сердце его болит ради иудеев. Чтобы он мог с Тимофеем спокойно войти в иудейское общество и им проповедовать о Иисусе Христе. И они бы приняли обрезанного, понимаете? Вот для чего он это делает. Вот для чего Иаков пишет эти слова, он говорит, что там же есть тоже иудеи. И вот чтобы их не соблазнять, вот это возьмите, пожалуйста, себе за правило. Чтоб оно было у вас. Потому что это позволит вам иметь хоть какое-то соприкосновение с иудеями. И может быть они покаятся, обратятся к Богу и обретут ту благодать, которую Бог явил нам. Вот такая мотивация. И тогда апостолы со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, а именно Иуду и Силу, мужей начальствующих между братьями, и написав им, вручив им следующее письмо. И вот само это письмо. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Первое, они называют их братьями. Они говорят, мы ваши братья и вы наши братья. И это уже прорыв, я вам скажу. Уже в этом письме уже прорыв. Радуйтесь, радуйтесь, как и мы с вами радуемся. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие из нас, смутили вас речами своими и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То есть они дали оценку тем людям, которые шли и проповедовали вот эту ересь фарисейскую. Они сказали, мы им этого не поручали. Это их инициатива. Мы извиняемся за наших братьев, которые пришли и смутили ваши души, но мы их туда не посылали. И когда мы услышали, что они смутили ваши души, мы тут собрались. И вот что мы решили. Избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнавою и Павлом, они подтвердили авторитет Павла и Варнавы. Они сказали, это наши возлюбленные братья. Господь действует через них так же, как через нас. Они подняли их авторитет. Это те Варнавы и Павел, которые вступили в разногласия, в прения и восстали против вот этих еретиков. Человеками, смотрите, они дальше продолжают поднимать их авторитет. Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам то же самое и словесно. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы». «Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили им письмо. Они же, прочитав, возрадовались об этом наставлении, а Иуда и сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их». Вот я думаю, что тут слово «пророк», оно употребляется в значении «проповедник». Это были люди, которые имели откровение от Бога, и это были откровения не прямо вот тут, а здесь полученные, да, то есть они были пророками, у них было много откровений, им было что сказать церкви, и они пришли, и они поделились тем, что было у них в их багаже духовного знания. «Итак, они обильным словом преподали наставления братьям, утвердили их, и, пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам». Но силе рассудилось остаться там. И смотрите, вот даже человек, вот искреннее сердце, он иудей, да, вот сила, он иудей, он пришел туда, но когда он увидел эту Божью благодать, он возрадовался, настолько возрадовался, ему не захотелось в Иерусалим возвращаться, он решил остаться здесь. И он остался в этой языческой церкви, в которой все совсем не так, как в его родной церкви, да, но он тут остался. И Аиуда возвратился в Иерусалим, Павел же и Варнава жили в Антиохию, уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово Господня. «Итак, мир был восстановлен, авторитет был утвержден, ересь была поставлена на место, скажем так, не то чтобы побеждена, потому что потом дальше мы опять увидим с вами, что на этом дело, к сожалению, не закончилось. Но так или иначе, апостолы-пресвитеры дали свою оценку вот этому законничеству и дали авторитет Павлу и Варнаве, не возложили никакого времени, оценили то, что все-таки братья пришли к ним рассудить над этим, да, не сказали, вы там сами, а мы тут сами, да. Единство церкви было сохранено и таким образом как бы истина восторжествовала. И вот когда я читаю это все, то вот хочется радоваться, да, за то, что все-таки братья находят эти пути, пути, при которых они могут находить, ну, будем так говорить, компромисс, но в хорошем смысле этого слова, да, это не компромисс с совестью, это не компромисс, значит, с христианскими убеждениями, это компромисс с теми разногласиями, которые уже внутри христианства возникают. И мы с вами видим, что такие разногласия есть, они были, не всегда были в истории церкви, они есть сегодня, они есть и в нашей церкви, но есть также и пути, пути, которыми мы можем достигать мира, не в ущерб истине и не в ущерб Евангелию. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит, давайте мы помолимся, и на этом наш разбор будет закончен. Встанем для молитвы.